так друзья мы с вами уже в эфире запись транслируется и сегодня мы с вами будем говорить о истории рок-музыки истории и философии и социологии рок-музыки у нас сегодня в гостях из хельсинки николай мейнард философ социолог политолог не знаю как для всех остальных для меня это автор замечательной маленькой книжки об истории аквариума которую я знаю как оказалось знаю наизусть каждый каждую фотографию и каждый каждое слово текста буквально я сегодня утром ее просто нашел в интернете пересмотрел и казалось что помню и вот сидит сидит транзит с кем-то по телефону продюсер константин преображенский костя до кости не отвлекать изви извини да кости что мы тебя отвлекаем с нашими разговорами ты продолжай take your time друзья да мы наконец-то справились подключились подайте голос здравствуйте дорогие товарищи я пока на месте да хорошо николай давайте мы начнем с я не знаю с нынешнего времени начать и назад откатиться или назад начнем как удобнее в хронологическом порядке александр знаете когда мы разговариваем рок-музыки и я могу принимать в этом участие да то мне всегда хочется сделать несколько очень важных дополнений ну да и скажем включение что ли дело в том что как мне кажется это может понятно быть какой страна начинать сегодняшних или с давних дней дело в том что большая часть людей с которыми не приходится общаться они воспринимают рок-музыку но все-таки как эстетическую категорию как некое направление в искусстве которое появилось зародилось почему не авторы которые об этом пишут в историю рок-музыки иногда как бы подчеркивает да вот есть еще другая сторона но тут же выходит на историю рок-музыка так мади у отраса уходят к скифлу к тому как бы что лежало в начале всего этого как музыкального жанра мы же подход совершенно иной вы понимаете я не воспринимаю рок-музыку как как музыкальную категорию как эстетическое явление я ее больше отношу к явлением социальным то есть для меня она важнее в контексте эволюции общества то есть по большому счету для меня даже не важно играли ли там на гитарах или читали стихи со сцены потому что для меня важно то содержательная сторона которая с рок-музыкой была связана то есть то что принесло начиная с конца 50-х 60-е 70-е годы некие кардинальные изменения вообще во взаимоотношения очень многих людей в обществе и в первую очередь взаимоотношения поколений вот это то что интересует меня почему я претендую на различного рода титулы типа там социолога допустим философ потому что я исхожу именно из этого и когда вот мне допустим говорят там рок-музыка по большому счету ведь даже никто не смог дать определение рок-музыка как таковые в общем то нет она варьируется со временем но но вот так четко как бы музыкально выразить его как жанр не может никто а вот если мы подойдем социально посмотрим как это в обществе изменялось вот тут выползает очень-очень интересные вещи которые глубоко уходят в историю прием очень глубоко уходит в историю они уходят в истории еще 19 века когда стали формироваться то что потом мангейм назвал поколенческими культурами меня простите может я говорю так немножко рвана и и фрагментарно но вот это вот те нюансы на которые как бы я но нам просто понять чтобы к чему подступиться мне честно говоря мне близок ваш подход потому что я не знаю уж как так получилось но я знакомился с рок-музыкой и перед первоначально не через слушание музыки да поскольку я сидел в деревне и туда музыка попадала очень такими очень странными и сложными путями а через например книги феофанова музыка бунта и рок-музыка вчера и сегодня да сейчас можно говорить мы сегодня там тег в гитаре я не застал это первая первая самая книга вот то есть я прочитал вторую и третья рок-музыка на меня очень сильное впечатление произвела и там были фотографии конечно же и он естественно понятно что эта книга написана там 75 году и он мог о рок-музыке говорить только в одном ключе до что западное общество выдыхается вот рок-музыка это некий симптом зарождающегося революционного движения которое в ближайшее время сметет капиталистический 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 вот этот образ жизни но вот и можно мне да мне этот подход близок я могу сказать что для меня началась рок-музыка как ни странно вот погранична между вами что она дочекалась журнала крокодил в котором была как сейчас помню напечатана какая-то какой-то совершенно ну такой уже забыл какой фильетон но там было самое главное на пол полосы цветная достаточно качественная для цветной печати фотография мика джагера причем концертная хорошая фотография никакая да там вот это под забор да вот и она был вот у всех мы это просто одноклассников висела просто над столом вот это вырезка из-за имена из этого журнала так что весь вот мы втроем так внезапно как то в том числе профессионально объединились вокруг прихода в рок-музыку вот но меня тоже в этом плане я бы ответил такой феномен да что особенно особенно первая волна рок-музыкантов до которые сейчас и ну собственно говоря и составляет вот это то что называется русский рок поколения они же все не были музыкантами они все пришли там ну вот как и парадоксально большинство из архитекторов до наиболее просто и художников бг программист ну да 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 ну вот и и так далее то что вот и музыки имела совершенно непосредственно к музыкальному образованию косвенное отношение да вот в цвете того как раз что и сказал николай да то что все-таки рок-музыка но россии советской по крайней мере она первоначально совсем не музыкальное явление ну с моей точки зрения тоже но вот то что вы сказали про поколенческую культуру это очень интересно вы правильно ли я понимаю что сейчас опять появятся немцы до которые придумали примерно все в девятнадцатом веке вы понимаете я наверное по возрасту самый старший из всех нас троих участников и мое вхождение в рок-музыку станция даже с конкретной датой и в 68 году писали как давно это было наверно большая часть людей которые сейчас живут об этой дате уже как бы и смутное представление имеют 68 году я случайно услышал по эстонскому радио живут а в эстонии три песни beatles это был концерт по заявкам в эстонии это было возможно опять кто знает реалии 60-х годов советского союза понимает что это не общее российское явление не общее советское и я вдруг понял что какие-то вопросы которые я хочу себе задать по жизни то есть что мне делать как мне понимать происходящее как мне найти для себя правильный путь дальше сориентироваться в том что вокруг меня в этой жизни случается не помогает те люди которые также как и я вместе со мной ищут и в своих поисках они отличаются от людей старшего поколения то есть они мыслят по-другому они как-то иначе глядят на вещи они так как их учат родители и так как им подсказывают может быть даже в школах или просто старшие товарищи я подумал ага значит где то есть мои единомышленники эти единомышленники вокруг чего-то группируются они группируются под флагом который мы условно можем назвать гитарой условно но на самом деле все гораздо шире потому что там не только гитара там же еще и журналистика и менеджмент и дизайн и и все что хотят и кино тура целая жизнь и массы литература совершенно верно и философии туда же струнте и сам марку за сартр примкнувшим книг под кассеты и все это сформировало какую-то свою определенную среду где как кость абсолютно правильно сказал даже неважно музыкант или нет важно чтобы тебя было что ты хочешь сказать откуда угодно ты можешь сказать это со сцены можно сказать это из зала да то есть журнал рокси допустим это такое же явление рок культуры как допустим бэгэ на сцене и даже еще вопрос что больше если уж так ну вот и вот это все создало определенного рода обстановку в жизни и я в эту обстановку погрузился я понимаю что сейчас для людей другого поколения это непредставимо даже они вообще как бы они мысли другими категориями другая другая возрастная среда но вот как сформировалась эта поколенческая культура особо это не поколенческая культура отцов и детей это нет не тургеневские вопросы потому что тургенев и все что мы обычно связываем это вопрос социализации человека это есть общество есть родители и мы хотим что-то получить от них вокруг для себя устроить как-то свою жизнь и так далее и мы говорим какими мы должны быть чтобы вы нас приняли нас обласкали нам позволили заводить семью получать деньги устраиваться на работу и так далее это процесс социализации это конфликт отцов и детей со времен тутан хамона если вы знаете но где-то начиная вот с конца 19 века в начале 20 века особенно в 30 50 и 60 вдруг молодые сказали а мы не хотим социализироваться мы другие ведь мы просто другие не по другому мыслим у нас какие-то мозги такие не такие мы не хотим ваших львот который вы нам делаете в качестве вознаграждения за то что мы следуем отцовским путем и вот эти люди стали формировать свою культуру молодые поколения почему мы и говорю о поколенческой культуре вот это поколенческая культура не сказал а что же мы быть нашим символом вот что нас отличает от всех остальных почему мы вот такие вот поколенческие другие темы найдем остальных и появляются и архитекторы и и журналисты и кто угодно которые выходят на сцену и говорят вот смотрите вот я вижу жизнь так я вам про нее рассказываю и обратите внимание что в зале и на сцене люди одного возраста они разговаривают друг с другом там нет пенсионер там совершенно другие взаимоотношения между ними это мы мы вот такие мы особенные и родилась вот это поколенческая особая культура где музыка была как бы одним из носителей этих идей где можно было ну а досинский вообще устраивал театр нас не смогли советского руби он там ближе знаком можно найти на западе габриал тоже театр правильно находить можно читать стихи можно устраивать как авиа представление да там 20 человек физкультурников устраивать можно быть можно быть очень музыкальным как кузьмин кузьмин один из самых музыкальных мне кажется представителей советского рока правда со спорным последующим развитием на это отдельная тема не суть важно важно что у тебя есть что сказать что ты несешь и ты это свое несешь и создаешь свою совершенно особую субкультуру совершенно особое мировосприятие и люди не власти вот как бы скажем стеблишман он просто не знал что с этим делать он получил хиппизм он получил протест он получил нигилизм он причем неприятен получил что-то особенное и куда его девать как что с ним поступить для этого было мне кажется даже запустили целые механизмы научного анализа то есть каким образом это ассимилировать можно искусственно вводили то что потом получил название нового консерватизма для того чтобы каким-то образом эту культуру вписать в стеблишман и и и таки вписали да то есть потом появились другие формы апокалиптических культур и понимаете чем это интересно это интересно тем что поколенческие культуры остались по типу рок культуры но содержание было уже не музыкальным а другим самым разным там можно было и романы писать там можно было и вот как сейчас в интернете сидеть и словно мы называем рок культурой рок музыкой во главе породила совершенно иную форму включения молодежи в жизнь который продолжается до сих пор а сейчас мы вообще достигли ну просто какого-то потолка когда посмотрите когда в принципе люди вообще сейчас самый же большой эксперт это девочка маша из пятого класса вам все прожить расскажет все опишет все объяснит и практически люди утонули в этой информации но первым и наиболее интересным явлением как это все зарождалось как это формировалось конечно остается рукой я прошу прощения за долгие это очень очень похоже на то что происходило скажем в новой драме в театральной драматургии в начале нулевых годов в москве в этом было очень много рок музыки с той разницей конечно что это были не стадионы а маленькие театральное пространство на 40 мест да но это то же самое те же самые мне это напомнило вологодские сайшанак где в какой-нибудь школе или в пт у ты приходишь и там сидит какая-то группа играет три песни да потом приходит директор выключает все и всех выгоняет поэтому да мне кажется что это очень близко это так единственное только что 60-х годах это было массовым явлением со временем как как музыка как таковая она стала немножко маргинальным но оставила саму вот эту логику формирования отдельные особой молодежной культуры а вам не кажется что здесь есть серьезное достаточно отличие в том как все происходило на западе скажем 60-е годы и у нас на рубеже скажем конца 70-х начала 80-х мне кажется что здесь прям вот истоки какие-то другие совсем вы знаете и да и нет я я согласен что они они я опять-таки вот у меня есть выстроена уже достаточно объемная теория она довольно большая я все окей да еще и она изложена фрагментарно я хочу все изложить как-нибудь связано может быть я еще успею это сделать она связана с тем что само появление рок-культуры оно связано с определенным процессом развития общества общество развивается и западное и постсоветское собственно говоря по технологическим законам мы никуда не можем уйти от технологий которые внедряют в наш быт и компьютеры и телефоны и все эти гаджеты и все остальное это было то есть люди меняются меняется их отношения к жизни просто потому что даже информацию получают по-другому представление о пространстве менять это одно и то же но на западе было совершенно другого идеологическое обрамление то есть вот то что у них было общее и связано с появлением рок-культуры как таковой в конце 50-х начале 60-х годов оно было примерно одинаковым ну чуть с опозданием технология развивалась быстрее на западе тогда он стал быстрее развиваться но в советском союзе было идеологическое обрамление в советском союзе еще все осталось все что происходило оно происходило еще под очень интересным контролем и это привносило в нее свою специфику и поэтому советская музыка мне кажется пришел больше чем вот в моем представлении рок-музыка западной я вообще считаю что западная рок-музыка это период 65-го 85-го и советская музыка это 70-е 90-е и с разными немножечко а потом вот потом как раз и началось то что то что мы называем сейчас большая часть людей называют рок-музыкой то есть длинные волосы кожаные костюмы гитарные стойки и появился вот все что дальше развивается и в западный и в советской музыке постсоветской я называю это поп-роком потому что это уже как раз эстетическая категория и это из социальной среды условную среду уже то который может заниматься реальность вот краткая концепция здесь мне кажется еще одна такая штука вот опять же там вспоминая то время до помимо поколенческих каких-то вещей да например мы с отцом все время ругались да там я слушаю такую музыку он говорит что этот типа все дерьмо там и так далее так далее да это одна история вот другая история я увлекаюсь роком я читаю там не знаю бродского там например да я ношу кожаную куртку да то есть если я увлекаюсь роком это значит еще 2 3 4 5 то есть я курю беломор я читаю прусто да и и так далее так далее если ты этого не делаешь то ты ничего этого не делаешь ты становишься как у нас в то время называли либо гопником либо гегемоном да либо еще какое-то обидное слово да то есть здесь и еще внутри как бы поколения было тоже какое-то определенное расслоение и даже если мне не нравится какая-нибудь группа но человек говорит а я слушаю рок и мне нравится там не знаю мануфактура ну мне не нравится никогда не нравится мануфактура но в принципе это рок окей мы с тобой друзья или группа 0 которая тоже мне не нравилось да а я слушаю аквариум ну не всем тоже это нравилось но если ты слушаешь рок то ты свой если ты слушаешь попсу до советскую то ты сразу сразу чужой да то есть помимо рок-музыки это осна это было как матрица да то есть ты надеваешь ее на тип на себя и это значит что ты там не любишь советский союз не любишь совков не любишь гопников там и так далее и так далее и даже если ты идешь бухать для тебя бухать это становится неким интеллектуальным актом тебе обязательно нужен умный разговор хорошее кино да или там какая-то хорошая музыка пусть на самом дремном кассетнике вот как это работает я абсолютно с вами согласен александр потому что мне кажется здесь уместно даже использовать теме не столько рок-музыка сколько рок-культура и вот эта рок-культура она красота вот весь тот контекст о котором вы написали действительно если мы вхожи туда не обязательно любить все эти группы или там скажем как и даже наоборот вы находите как внутри в этой среде и вы для себя выделяете тот сегмент который для вас наиболее важным и он действительно наиболее важно но по сути своей да это принадлежность к определенному типу мышления взглядов поведения всего того что вот мне хочется этим термином рок-культура определить поэтому допустим свои проекты которые меня занимаюсь последним и обычно использую такой термин как рок-культ начинается так назывался один из фильмов который я снял 80 году документальный очень смешной примитивный даже не могу выглядели серьезно но на всяком случае отражает то искреннее видение которое было в те годы и не кстати хотелось бы чтобы люди которые как бы с этим соприкоснуться поняли что там никакого не 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 опломба там не попытки на выучение ничего нет это так виделось в те годы и вот это вот все да это включает сюда такой как вот вот рок-культовский контекст и он он есть собственно говоря настоящая с моей точки зрения рок-музыка который сейчас большей части людей не очень понятно потому что они как бы выпали они попали в другой контекст или понять как бы вот этого перехода почему мы упомянуты вашим коллективами коллективы и ноли монифактуры еще масса других независимости от нас личник симпатии симпатии антипатии они как бы вот все является частью этого рок-культурного процесса это все так и понимаете мне кажется что без настоящего уяснения для себя все это эволюции рок-музыки рок-культуры очень сложно понять это что происходит сегодня то есть во многом ключ к нынешним делам всяким самым разным в том числе и молодежные проблемы он как раз лежит в попытке интерпретировать вот ту самую рок-культурную среду которая формировалась в 50-е 60-е 70-е а у меня вот есть такое дополнение сашу как ты думаешь вот сколько человек помещалось в зале ленинградского рок-клуба вот где проводились первые фестивали лен рок-клуба это к саше вопрос слушай я боюсь ошибиться но я думаю что плюс-минус сто я не был там никогда просто ни разу нет плюс-минус сто чего ну плюс-минус сто мест я думаю там было может быть мест 80 ну 300 место было 300 да ну ну вот почитай выступала 10 групп предположим там за день до сама группа там чат 5-7 и их друзей там что человек 10 то есть фактически весь зал были вот одни единомышленники лишь поэтому как ты сказал там отличить мануфактуру от ноля ну это вот референтная группа 10-20 человек было вот поэтому ты в общем в волокде попадал попадал как бы вот в тот редкий сегмент тех 20-30 человек которые вот ну и дальше так и есть то есть но у нас просто понимаешь мне кажется что это все было просто вот у нас было в волокде был такой маленький свой рок-клуб до в котором были свои звезды и там был свой аквариум там была своя свой кинчев да то есть мне кажется что немножко это все было такое отражение каких-то этих самых копировали копировали столицу в то время являлся санкт-петербург естественно я просто немножко расставляю приоритеты да то что то о чем мы с колей да это как бы это начало да когда не было вообще ничего вот было там какое-то ядро там вот в том же самом питере да там там человек да и которое уже дальше да начало вот этого там развития все этой культуры так назовем да то есть формирование там комьюнити да потом прессу свои стали делать потом кит программы на радио потом там но условно гретом пластинки первые пускает магнита альбома там какой-то там атрибутику и так далее а то что ты уже сказал следующее да это уже когда аудитория сложилась и она уже начала дальше я понимаю да то есть изначально это ситуация осажденной крепости в которой мы сидим нас там семеро да и как бы вот мы можем говорить не знаю о сартре да мы должны создать все остальное как бы всю параллельную инфраструктуру при этом ну вот параллельно как раз мне интересно там что-то куда дальше скажет при этом вот механизмы вписание вписание в эту официальную в том числе там но культура но там был сначала надо понять вот вот смотри какой-то момент там был взрывной рост да это было когда вышел вышла группа крови когда вышла блокада да то есть когда когда были съемки а так подозреваю когда они не группа крови когда вышла все-таки фильм едва когда вышел да вот и перед ним вот эта вся ситуация да ну может быть может быть это съемки асы когда были вот но у нас опять же у меня небольшое тут смещение да да сам же все доходило с большим отставанием поэтому мне приходит приходится делать поправку на съемках асы чтобы тебе было понятно на вас жителей столиц да на церковь асс и был еще кочегаром то есть он уехал на съемки асы кочегаром вот и но со всеми как бы вытекающие последствиями да а со съемок ассы вот он уже вернулся с группой крови там суперзвездой то есть который по телефонному звонку собрал зеленый театр а зеленый театр тем не менее но это там собралось вот я помню но там его емкость вам тысячи полтора вот интересно костя вот это вот интересно мне кажется вот тот вот смотри вот на семеро на следующий день нас 70 тысяч вот что происходило в этот момент как я понимаю что это не музыка это не за счет музыки произошло хотя там были лучшие альбомы которые сейчас отлично слушаются но было что то что вдруг разом ну когда аквариум мог собрать стадион например сейчас аквариум не соберет стадион я могу на собственном примере только сказать да потому что да там где-то года 70 наверное до года 72 наверное да я советской музыки вообще не слушал да то есть вот и вот этой всей эстрады но она пробивалась вот какими-то отдельными там кусочками там 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 звездочка моя ясная там вот это там под нее конечно надо было кого-то там притиснуть в углу да но все остальное кого было так это даже фоном не рассматривалось просто была сплошная западная музыка вот то что там и коля сказал и все вот были сплошные битлы и так далее вот вот но в какой-то момент то есть вот это все ну так не очень корректное слово но тем не менее у навозило всю почву да то что душа ждала ждала вот когда же все-таки это долбанет вот что что-то похожее на это потому что ну во-первых языковой барьер да во вторых ну та вот степень свободы да то что но мы молились новым богам да и вот все-таки вымолили я так понимаю то что на место как бы англоязычным богам пришли наши боги да потому что ну я помню там первое появление аквариума в москве в горбушке за ними просто люди бегали и трогали вот трогали что они живые вот у меня есть фотографии где-то похожие там где первый состав аквариума ну один из первых вот и вот как вот как раз из той поры потому что это было удивительно да то они они живы то есть вот они здесь они среди нас то есть вот это то есть и создало вот и почву для этого взрыва то что все ну кто там ну во-первых хуже владел английский во вторых понимал что английского здесь не будет никогда вот с радостью встретили вот эту благую весть что к нам пришли значит наши там пророки но опять то что о чем говорит николай да то что основа этого все-таки была не музыкальная а социальная конечно конечно не поэтому я использовал такой не очень корректор термин у навозить как бы да 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 все остальное было конечно вот чуть не слышно такой сейчас у него подтормаживает видимо сейчас я у себя видео сделал интересно да кости извини пожалуйста довольно любопытный диалог 1 2 сейчас я заговори да 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 если меня слышно то я продолжу да 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 мы принадлежим разным поколениям посмотреть как получилось да то есть я сказал что я значит старше наверное всех потом кости потом александр да и поэтому мы же видим все это немножечко по-разному тоже да и основа которой все это складывалось для нас было по разному потому что допустим для меня как я сказал началось все в 68 году началось западной музыки естественно и и первая моя статья вышла в семидесят четвертом году семьдесят четвертом году я в год моего рождения это было возможно вот почему я хочу сказать что мы это все по разному и в эстонии это не было локальным явлением как это было например за пределами эстонии для этого есть свои причины и у меня сейчас почти закончена книга как раз по этому поводу почему в эстонии складывались такие особые условия для зарождения именно вот рок-культуры как таковой на рок-культуры как таковой и в эстонии она была довольно таки широко популярна но если говорить о петербурге то костя ты абсолютно прав петербурге это было сугубо локальное явление и никакой массовости никаких их обширных знаний об этом и никаких ну таких каких-то публицистических серьезных разговоров кроме критических критических статей тех же самых феофановых практически не было потому что это было под полу запретом это существовало для себя и формировалась как очень активная маргинальная культура людей которые как вот еще раз я вернусь к этой моей любимой теме мыслили немного по-другому и они сформировали эту свою среду то есть да я же был на всех фестивале калининградского рок-культуры с 83 по 90-е годы я даже был членом жюри одно время вместе с Артем Троицким и Александром Житинским потом как смеялся Коля Михайлов нас оттуда вывели с формировкой за лояльность к рок-музыке и это была своя среда главный главный наверное действующий элемент ленинградского рок-фестиваля это великолепный музыкальный номер под названием настройка аппарата настройка аппарата это выступление концерты продолжались весь день ленинградского рок-клуба с утра до позднего вечера начинается в 12 заканчивается в 12 начинается в 12 заканчивается в 12 ну условно на это только там выступает допустим в лучшем случае 9 групп почему потому что звучат все безобразно ничего не услышать соответственно каждая группа после каждой ночи она выступает после этого идет часовая настройка которая может затянуться на неизвестно сколько народ тусуется в баре там те же самые кости я не помню сколько 300 человек ты говоришь там было вместимость зала возможно вот это вот в это настройка аппарата это был тот важный момент действа когда собственно говоря все люди и находили друг друга когда они объединялись обменивались информацией готовили материалы свои и так далее придумали что по этому поводу можно сказать и вот это вот все и складывалось некое вот такое свое видение того что есть и распространялось потихонечку как бы вокруг да среди тех людей кто был более-менее вхож и близок и вот эта вот элитность всего она продолжалась где-то до середины 80-х годов практически за небольшим исключением то есть сначала в начале 80-х какая-то часть групп выстав профессионалы машина времени автограф круиз они попытались найти вот такой компромисс за что честно говоря их осудили потому что настоящий рок должен все-таки с фигой всегда немножечко чуть-чуть он ну он как бы в отношении лояль затем когда начались уже явные социальные изменения в обществе когда выяснилось что тот процесс который прежде уже идеологически политически социально принимает другую форму вот тогда стали искать а как эти эти возможности рок культуры можно будет ассимилировать и реально мне кажется что вспышка вот о которой говорит кости это вторая половина 80-х годов когда это открылось когда вдруг стали доступны клубы появилось много концертов когда пельские то новые площадки и народ ринулся туда потому что народ то читал что те же самые нужны там не феофанова а садчикова допустим и кого-то еще а где же моды монстры рок это какой-то страшный монстр он угрожает нашему идеологическому благополучию вот он сейчас придет и все разломает там какие-то безобразные ддт какие-то страшные вещи какие-то грозные алисы выползают с экспериментаторами и готовы все растоптать и народ ринулся на стадионы почему бы я собрался чтобы посмотреть на этого выпущенного из 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 бутылки монстра какой а монстра не оказалось оказались интеллектуальные мальчики которые рассуждают о жизни и вы знаете вот здесь жить вот так можно здесь жить вот так ну а где же хулиганство а где же вот это вот страшное чего все мы должны бояться а его нет и когда поняли что его нет остается другое остается осмысление осмысление нужно очень мало кому тогда как бы все это дело потихонечку и свернулось народ ушел туда куда он ушел потому что посмотрите ранний рок до середины восьмидесятых годов еще раз вернусь к этой моей любимой теме это не только это не только музыка и не столько музыка это же еще и журналистика кирилл миллер например удающийся художник кто выставит его картины восьмидесятых годах леннон в горках кто помнит ни на одной советской выставке этой картины никогда не появится но зато он может оформить допустим костюмы для аукциона правильно саша старцев кто опубликует статью саша старцев в каком-нибудь музыкальной жизни да никогда не в жизнь правильно у него есть рокси а у гурьева есть улайт ведь есть свои вот эти вот каналы через которые все это дело уходит но каждый для себя канал создает и вот они открылись и вот вдруг выяснилось что оказывается это все можно не прятать а теперь можно это читать можно читать улайт может стать рокси ну почитали посмотрели сказали а нам это надо а нам это не надо и это все вылилось вот это в 90-е годы в превращение это в такую же форму как бы эти времяпрепровождением за когда люди ушли и ставите мы не стали кирилл миллер стал художником но статистическое судно бастарцева конечно это отдельная тема появились такие люди как кушнир и так далее которые как бы все это дело оформили сделали себе мы к себе сделали неплохой памятник когда посмотрите вот было на рок-культурное поколение помните да это золотое подполье вот оно золотое подполье а теперь каждый будет заниматься своим делом вот почему я провожу границу развития рок-музыки в 90-х годах когда это из вот такого очень сложного сложно социального многогранного и очень разнообразного явления включавшего разные сферы деятельности потихонечку стало превращаться в то что оно должно было и там появилось уже вот то что я называю поп-рок или рок-поп появилась вот та музыка которая теперь может быть очень внешне агрессивный хотя безобидный какой-нибудь рамштайн что там страшно да ничего кроме пугалок там нету либо она могла принять какую-то вот форма который эксандр выговорить что углубиться куда-то знаете в клуб заняться там такой вот ну как это все там порнофильм там и так далее многие группы и так туда тихо значит это хулиганить время показывая мы еще живы мы еще можем тут мы еще можем укусить иногда не так больно как 60-е годы но укусить можно ну вот такая концепция кости тебе кстати привет от дмитрия шумилова мы сейчас в личке с ним договорились на 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 5 на 5 февраля договорились об эфире увидел видимо эфир и решил тебе привет дмитрий шумилов это бас-гитарист группы вежливый отказ и негр витя из фильма аса чувствительно трубы горят чувствительно вам благодарен хорошо да 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 я я давно просто и я просто не решался его позвать я в честь его назвал одного из любимых героев в своем сериале который я писал в сериале захватчики басовая партия в этом самом в кузнецкую железо наизусть помню ну хорошо ладно но вот смотрите а что произошло вот я все это время пытаюсь понять что такое произошло в девяностые причем на самом деле и в америке то более или менее то же самое произошло я очень люблю трэш металл я понимаю что в этом смысле я тут останусь скорее всего в неком в неком одиночестве но тем не менее да на акцепте отходил акцепт это по акцепт это попса но тем не менее да вот 90 91 год альбомы слэйра альбомы мегадета альбомы металлики и все и дальше пустота вот и у нас то же самое происходило да то есть 90 и годы 90 год гибнет цой и после этого такое ощущение как будто выключили да как будто повернули выключатель и все вот вот что такое вот все ты можешь делать все что угодно да хочешь электронику делай хочешь акустику делай хочешь этот самый там вот все что угодно я сделал эксперимент свое время есть такая помните наверное книга 100 магнет магнита альбомов русского рока да я как-то решил сесть и их прослушать от начала до конца вот прям с первого до постам первый по моему все братья сестры вот естественно большую часть этих альбомов я слышал но просто очень интересно когда ты садишься и за год у тебя 10 альбомов и ты слушаешь на вот и там сначала очень очень плохой звук то есть вообще ни хрена не слышно но как бы есть какая-то бьется мысль потом начинается очень крутая музыка прям невероятно крутая потом начинается какой-то адский трэш и панк и мат перемат красная плесень и по и прочей прочей как бы этот самый прочая гражданская оборона на вот и потом все это заканчивается просто каким-то вот можно все черный квадрат да такой огромное слово хуй написанное на заборе да то есть такое вот вот все мы заканчиваем на этом и все закончилось вот почему это так произошло почему это стало никому не нужно почему почему гунар грабс вынужден был последние годы жизни работать блин на пароме мега звезда я да я могу попытаться предложить вариант ответа мне кажется ну во первых я бы конечно список которые вы завершили металлика я бы добавил туда бы еще такие группы как там ареем допустим или youtube и так далее то есть они все-таки еще пытались каким-то образом вот на этой социальной волне играть это не так что сразу закончилось вот на таком хардовом аккорде а что произошло она эстетизировалась то есть музыка если на youtube записавший альбом дискотека в девяносто шестом году это конечно девяносто пятый год это конечно да они пытались я прошу прощения они пытались понимаете это какой-то даже был да это какой-то был немножко вариант эпатажа даже чуть-чуть попытаться да сыграть вот видите мы еще живы но в принципе то есть это как раз вот то что мне интересно это то что если для этого это до этого до 90-го года это было формой самовыражения это было формой самовыражения это было мы принадлежащие нам то после 90-го года это все стало уже категорией эстетики это стало работой то есть любой коллектив который мы берем потом после 90-го года ну с нюансами да любой это всегда обобщение всегда хромает это уже профессионал он работает то есть если до 90-го года это нахал который вылезает и говорит я знаю жизнь я вам про нее могу рассказать как умею левой ногой правой ногой косо криво но я рассказываю я про себя я не музыкант я архитектор я журналист я не знаю я не знаю вообще никто я кочегар на Камчатке но я могу рассказать о жизни то теперь сказали ей извини дорогой ты неправильно рассказываешь у тебя тут аккорды неправильно взяты ты образование не получил у тебя профессиональный подход не тот теперь мы работаем и все что началось после 90-го года почему я отошел после этого от рок-музыки вот которой я занимался потому что как социальная концепция она себя исчерпала все она стала уделом музыковедов то есть вот теперь люди должны написать и дефиницию дать в рок-культуре и объяснить чем даже тот же допустим ареем отличается от металлики и так далее если отличается конечно потому что теперь мы говорим о категориях чисто профессиональных и это совершенно уже другая игра которая ничего не имеет общества с той волной вот 80-х годов 70-х годов которая нас всех вынесла на поверхность да по которой мы жили по ней понимаете мне сейчас иногда рассказывают какие-то вещи и под очень сложные ситуации знаете мне рассказывают о том в чем я участвую то есть приходят молодые ребята и говорят у меня был такой я был одно время главным редактором коммерческого радио в Таллине первого коммерческого радио на русском языке в Таллине и я ее помню я еду в машине и слушаю передачу про Ленинградский рок-клуб которую делает молодая девочка и я был на всех этих концертах понимаете я принимал в этом участие даже более того я влиял на них я там что-то выступал чего-то говорил она мне рассказывает о вещах о которых я не знаю потому что я в этом жил а она это изучила и у нее документы и документы у нее более точные чем у меня моя память и я понимаю что жизнь изменилась потому что если мы там жили то теперь они это изучают архивируют и создают свою профессиональную собственную кустя а ты что думаешь по этому поводу нет что-то другой пример вертся в голове ну-ка и даже можно по времени николай вам тоже от шумилова привет спасибо можно по времени как-то четко отследить да я вот читал книжку такого автора Кита Ричардса из очень крутая книга кстати да прям кайф и там очень подробно описано вот момент когда их всех мочили по любому поводу и вот больше всего там ну как раз очень современную российскую ситуацию напоминает да когда их целенаправленно ловили значит за наркотики когда вот и об этом все знали как бы но был конкретный там я не помню звание сержант или нет вот который сказал я вас всех посажу вот и посадил вот после чего вот были общественные процессы и так далее их взяли на поруки выпустили и после этого значит сержанты этого уволили нахрен вот и в обществе сложился какой-то консенсус я так понимаю в том числе и вот социально-экономически да что вот люди выполняют важную такую работу маргиналов да то есть как бы обозначают границы дозволенного да и формируют тем самым какие-то правила новой игры вот и в том числе вот пришел общественная консенсус что вот этих как бы не трогать но встречно как насколько я понимаю и группа как бы приняла эти правила игры и стала по ним играть то что да вот здесь мы на стадионах да мы здесь вот там в клубах да вот здесь но вот какие-то более такие устоявшие законы мы тоже не нарушаем как бы вот и я так понимаю что это можно экстраполировать и на нашу ситуацию да другое дело то что она у нас до сих пор не закончилась то что вот та функция которую выполняли например в свое время рухмузыканты да она вот сейчас перешла в какую-то социальную активность вот и вот те же самые механизмы как бы становления они до сих пор не могут устаканиться вот поэтому рок-музыка просто ну отброшена как ну вот такое явление которое уже неинтересно которое перестало как бы социализировать в том числе молодежь вот и то есть она стала выполнять чисто утилитарные функции причем это я думаю что немножко даже было позже чем в 90-х да потому что ну на конкретно на рок-музыку стало вдруг внезапно всем наплевать да и вот был большой большой такой провал огромный такой вот по времени ну честно без времени да хочешь спать на жизнь хочешь песни поет пока вот не появились рэперы да вот они как-то вдруг вот внезапно всю эту как бы историю всколыхнули своими миллионными этими просмотрами да то есть опять же то же самое что было и в наше время как я понимаю если в наше время это была магнитофонная так называемая культура да технологический прорыв да то вот следующее поколение да оно использовало интернет прорыв да если рок-музыка ну там только что кормильцев наверное использовал интернет как бы в своей жизни там как-то как как драйвер такой да роста вот ну как он всегда был впереди планеты все то ну все остальные шли как бы там не спеша и там не особо придавая внимание этому интернету особенно ну там монстры там так легенды русского рока так назовем при всем уважении как бы да то что ну не ну и собственно некуда было спешить вот то вот кроме бориса борисовича который уже 20 лет ведет подкаст это да но как бы если если не считаешь что первые сайты мы сделали лебедевскудрявцев как бы да причем сделали волонтаристки типа мы сделали и все а вы с этим живите как хотите и да они его вели долгое время ну пока то есть борисом дал все права вот и уже потом то есть когда понял как это работает он к нему естественно активно подключился то есть это тут не убавить не прибавить конечно вот ну а тут была смычка города с деревни все нормально вот так что вот сейчас ну я говорю на ту же самую ситуацию мы могли наблюдать вот в кратковременном взрыве РЭПа но я так понимаю что вот на нем можно смоделировать как бы да вот вспышка сверхновая вот она сверхнула и уже наверное погасла вот то же самое вот было с русским уроком да ну только более чуть-чуть растянутая по времени вот там в девяностых годах я думаю что так слушай но здесь если я если я если я если я если я если я правильно понял костя я абсолютно с тобой согласен и ты как раз вот сформулировал то что хотел сказать я это именно то что то что то что для меня было важнее всего то о чем ты говоришь и пример с рэпом здесь мне кажется очень даже уместен как раз потому что в принципе это как бы новая реинкарнация вот того самого рок-культа о котором говорю я я добавлю сюда еще одну крамольную нотку если позволите я хочу сказать что я очень в этом отношении ну как бы деликатно сказать скептично оцениваю роль музыканта музыканты когда вот к ним обращаемся они на самом деле не понимают что они несли понимаете мы все тогда вот я еще раз вернусь к этой моей любимой фразе мы все тогда просто жили просто жили и никто не пытался изобразить у себя пророка там мыслителя что-то такое вносить и так далее поэтому музыкант говорит я люблю играть о чем я буду играть ну о том что меня волнует и он выходил и играл но его волновало то же самое что волновало меня и он сам не понимая что он как бы аккумулирует очень многие внешние идеи и даже не всегда и перерабатывает кстати но это не только для музыки я думаю сейчас это характерный для кинорежиссеров иногда бывает которые создают фильм а потом выясняется что оказывается в фильме гораздо больше чем они вообще могли подумать не все режиссеры но такое бывает иногда встречается также и здесь то есть рок-музыкант если вы хотите понять сущность рок-музыки вот как в моем представлении как социального явления не спрашивайте у рок-музыкантов они вам ничего не объясняют кроме того какие аккорды они берут и почему эти аккорды надо брать в лучшем случае ну опять-таки нельзя обобщать сто процентов никогда не бывает есть очень интересные и очень рефлексирующие музыканты и мне с такими как правило было очень интересно общаться но по сути своей это вот для меня как бы рок-музыка и то о чем мы пытаемся говорить и то что сейчас к сожалению погрязло огромное количество информации вообще сваливающийся на человека это вот то что сформулировал кости сейчас вот эти именно срезы общества социальное значение потери этого значения переход к другому какому-то варианту самовыражению соснового поколения и развитие общества дальше по законам которые пока плохо представимы а еще тем более сегодняшний день со всеми этими коронавирусами с детальным изменением взаимоотношений между поколениями во многих нюансах да когда вообще уже перестаём понимать что происходит это это приобретает особое значение наш разговор здесь если как бы его ну каким-то образом пытаться структурировать он по сути своей очень важен только я не думаю что так уж много людей которые способны в него в конца еще погрузиться но главное чтобы мы мы смогли погрузиться я сейчас читаю пинкера вдумчиво уже как бы уже несколько там пару недель уже читаю так по чуть-чуть проверяя там каждую цифру о таком как сказать о последовательном снижении уровня насилия да такое большое масштабное исследование и вот числе прочего он отмечает одну такую штуку что в двадцатом веке помимо двух войн до дальше идет длинный мир и вот в этом длинном мире есть один пик когда внезапно в цивилизованных странах растет уровень убийц на убийств на 100 тысяч населения и это время расцвета рок-музыки то есть это как раз 60 70 60 конец 60-х начало 70-х годов в это время идет резкий пик количество убийств то же самое происходило в россии да у нас в 80 уровень убийств бытовых убийств да он вдруг начал расти очень резко и потом после 90-х он начал снижаться и он в числе прочих задается вопросом что было первично да то есть он говорит он обвиняет культуру в этом да то есть он говорит вот это агрессивная культура да это воспевание культ насилия это когда вот эти все террористы из черных пантер все интеллектуалы в один голос говорили это очень интересные ребята там очень интересные мысли высказывают да что нужно насиловать женщин врага что нужно убивать их детей там и так далее и так далее это все очень свежо и очень оригинально да но вот я начал думать а что если наоборот да что если не дело не в том что культура проповедовала насилие а дело в том что какие-то другие причины привели к росту насилия а культура стала то есть что культура не болезнь а культура это симптом что рок-музыка стала возможной в тех ситуациях когда нарастает какое-то очень большое недовольство да и она становится неким вот этим выплеском и то же самое то же самое что было у нас в 80-е годы может ли быть так ну я абсолютно с вами согласен александр тем более чтобы мы можем еще поставить рядом другую как бы для сравнения категорию хиппи да посмотрите 60-е годы которые есть можно можно говорить о вспыске насилия мы здесь можем еще говорить о просто глобальные вспышки пацифизма которые будут тогда ну просто зашкаливала с ним потому что и то и другое было в обществе она столкнулась как внутреннее противостояние одной идеологии которая была с другой идеологии и в этом отношении абсолютно согласен с этой вашей перестановкой телегии лошади то что то что это было отражение меня вообще все что связано с рок-культурой и для меня по жизни это так все-таки я прожил жизнь достаточно длинную для меня по жизни это было именно возможности изучать знаете я ищу социолог по аспирантуре я скончал аспирантуре по социологии и в какой-то момент я понял что социологическое исследование дает мне меньшее представление о жизни где-нибудь сверловске тире екатеринбурге чем допустим знакомство с икатеринбургского клуба потому что это для меня для меня это всегда так было ключ к познанию действительности а не ее формирование групп музыки взаимовлияние всегда конечно есть потому что мы всегда немножко в этом отношении такие взаимные но но в принципе по сути своей я вот согласен с вашей трактовкой по поводу отражения общества кости ты что думаешь не хотелось политики возвращаться но но я думаю что это так вот можно пример привести до не дали чем вчера то что навальный прилетает во внуково и там зачем-то арестовали 79 человек самолет развернули и он улетел шереметьево вещи совершенно между собой не связанные да то есть но зачем-то зачем-то на месте вот но совершенно непонятная вот демонстрация силы непонятно кого но после кого понятно непонятно зачем и то же самое я вдруг но бы тут дискутировали просто как раз на эту тему и я вдруг вспомнил ситуацию как и вот мне как этот самый ну как вопрос был задан вот ты не был с той стороны и вдруг я понял что я был с той стороны то есть я как раз был с обеих сторон то что как раз в конце 80-х годов да я в том числе участвовал в организации вот но одних из первых крупных фестивалей в москве но как бы был знаком с организаторами да и и видел что внутрь вот элементарная как бы вещь то что на каждом концерте хватали там значит ну разгоряченных молодых людей скажем так и неважно это юноши были девушки но а вот чуть ли не там волосами об холена и куда-то волокли при этом волокли в идиотской ситуации совершенно то что я не знаю коля запомнил это или нет но я вдруг вспомнил что почему-то на первых вот таких фестивалях была четкая задача товарища значит там майора или полковника вот любой ценой охранять сцену любой ценой и перед ней выстраивалась цепочка вот этих милиционеров потом солдат значит чуть ли не не фуражка в касках и они зачем-то пытались держать вот эту многотысячную толпу ну которая чисто инстинктивно под напором пыталась ну ее напирали на это самое и вот они там в кровь значит били за то чтобы вот этот метр до сцены там пять метров защитить непонятно зачем потом в один прекрасный момент и вот буквально приходилось от организаторов приходить и там этот капитан там орал значит что я вас всех посажу там ну угрожал объяснить отпустите людей вас на деле наняли заметьте на то чтобы вы здесь обеспечили порядок да они устанавливали свои порядки которые вам где-то приснились да ну такая ангелы ада в атланте концерт в атланте это выполняли вот наняты здесь милиционеры не хулиганы милиционеры именно и в один прекрасный момент то что если вы заметили чисто технически решили проблему да то что чуть-чуть приподняли сцену там ну на полметра да и перед ней выставили как на нормальном западном концерте металлическое ограждение да сплошное и сейчас один скучающий там ну даже человек не в форме да прогуляться просто-напросто но иногда так это говорит ребята там отойдите чуть-чуть как бы сами себя задавите вопрос решился сам собой то что как бы проблема была да вот как бы насилие его пытались решить насильственными средствами как выяснилось это можно решить общественной договоренностью и элементарной технической грамотностью вот мне так кажется что и вчера вполне спокойно можно было когда было ясно что самолет улетает шереметьево сказать ребята снимаем все кордоны и аккуратно организовываем эвакуацию куда хотите то есть все не бить не арестовывать никого не надо вот у меня какой-то продолжить эту мысль то можно вернуться к тому о чем мы говорили то что я хотел тебе сказать что отличие ну да я уже упоминал отличие западной рок-музыки от советской рок-музыки еще было в том что помимо каких-то общих принципов формирования вот такой субкультуры молодежной еще и имелось связи с идеологическими установками просто советского союза была определенная модель поведения которые надо было поддерживаться это модель поведение произвела тут нельзя носить длинные волосы почему не все не везде в эстонии длинные волосы у нас это было проще но я знаю людей которые сталкивались проблем я помню ваше фото я помню ваше фото с длинными волосами в книжке про аквариум да совершенно верно было там такое напитки я жил в эстонии в эстонии всегда была такая ну немножечко знаете такая ниша своя своеобразная и мне это позволяло я как бы там лавировая никогда не был таким найти махровым стали противником до всего то есть я не вставал в позу но мне удавалось находить такие варианты когда как бы моё я не лицемерие не малейшей степени то есть и я прошу прощения могли показаться конечно не что бравады но я за свои годы скупишь 7 счета года публикуюсь я могу подписаться под любой написанным но и строчке под любой какой выжим на каком издании на не было опубликовано будет то советской будь то там советский композитор или или скажем журнал улайд или там за 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 таймский который запечатался подпольный самодеятельно для меня все это было одинаково но это было у меня было особо немножко нишка я так об этом отдаю себе отчет а вообще насильственный элемент был конечно и он почему-то был связан вот с очень жесткими идеологическим установками о которых сейчас люди забывают когда вот я читаю на дзене особенно смотришь много информации выплескивает очень много деталей то есть детали люди знают лучше чем я как участник действительно лучше то есть я нам иногда могу за справками обратиться к ним и спросить ребята напомните мне что было тогда это они все знают точно они мне распишут аккорды там какой-нибудь джиджелден так как я даже представить себе не могу хотя бы слушали вот с начала тех же самых 70-х годов но они не понимают этого контекста в котором все формировалось вот этот контекст он включал социальный и идеологический и технологический вот три составляющих которые привели к порождению этого странного своеобразного явления но теперь я не знаю я насколько мы по времени но если в качестве шутки я просто хочу рассказать кости одну одну такую иллюстрацию привести один эпизод по поводу того что можно что нельзя 88 году 87 году мне предложили организовать в самом фешенебельном зале города таллина концерты какими скандальных рок-групп и я пригласил под брендом лауреатские концерты ленинградского рок-клуба туда приехали дтт наутилус в одном концерте выступали дтт алисы и наутилус помпилиус но у меня народ было пол зала потому что не звонили спрашивают что там такое придумал какие-то странные группы не надо идти или нет 4200 мест максимум я вспомнил по поводу того что делает милиция на то есть еще вы понимаете это был фешенебельный зал построенный к олимпийским играм роскошный для себя опускающейся стенки супер технологий великолепная запись остались очень интересны концерты записи дженни гопеев сейчас кое-что переиздает как бы все это все все очень здорово я помню за репетиции зоопарк вышел зоопарк вышел на сцену репетирует сам чек растерялся кто-то сказал какой сытый зал поэтому кодратенко полез ногами белый рояль когда выступали на концепте чтобы каким-то образом опустить этот пафос допустить то есть вроде все да ну и конечно там охрана и конечно все но нюансы советской жизни этот зал был не достроен он никогда не был достроен потому что его планировали к олимпийским играм и он должен был быть сменяемой сценой где сцена убирается и выплывает бассейн бассейн к олимпийским играм 80-го года не достроили осталось пустое пространство представляете сцена под ней два метра пустого пространства и вместо вместо того бассейн который там быть там железобетонный пол там внизу стоит и это стоит на деревянных сваях и расстояние между зрительным залом где вот эти вот уважаемые кресла и сцены где-то примерно два метра два метра это практически где-то ну в лучшем случае там несколько сантиметров фанеры вы вышли к сцене вы прыгнули и представляете куда вы все полетели там проломили один из эту фанеру в новом все как право только провалилась нога а я вел эти концерты и я уговариваю дерева отойдите оттуда мне тоже как же так у нас тут вот не хотим и прочее прочее и вы сейчас подойдете прыгните и вам больше ничего не потребуется это вот какие-то такие маленькие иллюстрации но она как бы показывает каких иногда обстоятельствах все это дело разворачиваться поэтому иногда бывало так что даже самое да ну милиция вела себя не совсем адекватно тому что происходило не понимал как находится но были ситуации ситуации но вот это интересно я где-то год назад был на помнили года полтора назад был на концерте группы секрет кстати они сейчас в отличной форме и у них очень крутые новые песни прям реально крутые вот и был крокус сити холл большой зал достаточно и значит там где-то ближе ко второму а как к второй как бы части концерта выскочила какая-то толпа фанатов с какими-то плакатиками да и шариками и начала что-то там махать там секрет мы тебя любим там и так далее вот и появились какие-то охранники и начали их винтить вот и в этот момент фоменко просто у него перекосилось лицо он вообще вообще-то не очень добрый человек судя по всему вот но тут прям его перекосило вот и он говорит ребята знаете типа вот мы в советское время блин наших типа зрителей винтили и мы типа против этого боролись типа вот а сейчас сейчас какого черта я типа не хочу это видеть вот вот здесь есть место возле сцены давайте типа организаторы сделайте так чтобы люди могли подойти развернуть свои плакаты плясать и делать все что хотят вот здесь они никому не будут мешать и проводили фанатов и все и дальше все-все продолжалось но просто это надо было видеть как его перекосило что типа такой я не я не хочу этого больше видеть ну там же реально были войны между алиса да я же секретов цены или с аманами то есть дурацкий пол как бы по форме но совершенно слушай по этому поводу мамин снял фильм бакенбарды мне кажется все это бакенбарды а вы кто а мы цири давай это сам я очень люблю секрет я очень люблю алису поэтому как там нормально у меня это разговор о секрете александр я такой можно опять с гордостью могу сказать что сейчас я не знаю конечно насколько это все сыграло действительно решающую роль но дженни копеев сказал что единственная оригинальная запись секрета сделано в свое время тогда первое первый секрет сохранилась у меня корр и потому что меня тогда панкер сделал копию и оказалось что его авторской копия то есть мастеринг погиб а он сослался тут же на меня же не связался со мной и я передал ему свою копию он сказал что да что она годится так что переиздание секрета будет наверное из того что когда-то сохранилась в ранних моих архивах если это так я очень конечно этим очень приятно очень круто это можно будет послушать где-то но вроде сейчас процессе работы я в херсинки не очень могу следить что происходит на боже не надо связываясь как он как много секрет получил вроде как они они хотят издать вот этот вот первый самый начнут панкерский секрет записывал и соединить его с новым концертом каким-то еще и будет двойное издание и наверное я думаю это будет очень интересно я буду очень рад но они они сейчас реально очень хороши это кстати тоже очень интересно то что опять же до металлисты выпустили очень хорошие альбомы в течение последних там четырех лет creator выпустил хороший альбом accept твой любимый выпустил два очень классных альбома металлика хороший альбом выпустила megadet я был в отличие от некоторых я был на концерте металлики не надо не надо ляля не надо грязи вот и не ходил на рамштайн я не ходил но я не люблю я не люблю слушает этот немецкий язык это это все еще скажи французские рок-группы я как-то нет хотя магма магма французская да но у них выдуманный язык они нас на своем языке поют да поэтому они все профессионалы они профессионалы у них могут быть хорошие у них может быть нет у них нет того задора у них нет той пылкости у них нет то и веры что они вот о чем они говорят да то чтобы было в 80-е годы 60-е 70-е это все у них потерялось они больше не борцы они творцы это разные вещи это не исключает андрогой месту хуже или лучше это просто разные как бы ипостаси реинкарнации то есть они ушли от раме эти они перестали быть пророками они стали лицедеями но в хорошем смысле этого слова они профессиональные лицедеи поэтому конечно их надо смотреть их надо любить для них надо создавать условия и так далее но это не тот рок это не тут рука которым мы можем говорить как о социальном явлении чего начался наш сегодняшний да но говоря о руки да вот например как вот просто пример того как работает вот этот механизм когда волна подхватывает песню есть такой человек которого зовут моргенштерн он прикольный достаточно парни парень я так чувствую что никто не отреагировал на фамилию но неважно это рэпер и у него есть песня под названием я съел я съел деда песня довольно глупая там да такой абсурдистский текст что называется как сказал бы вознесенский следует школе ироников заболотского и хармса да и эта песня внезапно там против него возбудили уголовное дело там еще что-то час сейчас его гнобят почему потому что дед это путин ну вот ты чего с колхозе утра да то есть у путина кличка дед вот и да и сейчас начинают его гнобить что типа типа я съел деда это ты типа против путина написал хотя он очевидно ни сном ни духом и в итоге это уже обретает вот этот новый контекст и люди уже в интернете перепощивают что это вот песня про то что я съел путина вот то есть когда идет какая-то волна да она подхватывает какую-то песню и дальше у песни появляется какой-то свой новый контекст я не знаю будет ли это до какой-то историей как например песня под названием перемен всем известная да она была не о политике это была личная абсолютно личная история которая вообще изначально не была вот таким боевиком это была мелодичная личная песня вот которая в итоге после ассы стала политическим тем самым политическим гимном мне кажется причина между прочим мне кажется вот это вот ну я очень сильно удивился потому что ну как бы если текст послушать не предвзято да действительно же может можно понять что это человек от своих каких-то личных переменах поет вот но ты как бы ну нет варианта мы все понимали про какие перемены он поет но он этого смысла в эту песню не вкладывал когда ее сочинял александр тут мы смещаемся в область которую кости всячески пытался ну так тихонечко сказать как бы не очень то есть в область политики и да он боится что при придут менты его арестуют конечно все остается просто здесь мы немножко говорим о доминирующих элементов потому что скажем если мы берем рок 90-х то там это вот именно эта часть да вот это протестная нонконформистская индивидуалистской выражать самовыражение вот это вот себя до проявления она была доминанты она была главной а сейчас она существует она никуда не делась но она уже как бы она уже здесь мог до мургенштерна все-таки делает очень много всего это как бы одна из составляющих его творчества она не является такой главной определяющей и вот в этом большая разница между тем что происходило рок-культуре тогда и сейчас потому что сейчас это политическая и политическая часть она где-то вот так вот немножечко сбоку хотя конечно она присутствует и никуда от нее не деться в зависимости от этой ситуации которая складывается просто потому что люди пытаются решать те проблемы хорошо вот мы начали с некой такой поколенческой истории да из разговора о том что рок-музыка стала одной из таких вот очень сильных поколенческих историй но вот сейчас я уже прям от нескольких людей слышал что наши следующие поколение которое идет за нами поколение наших детей вот есть такое ощущение что нет такого ярко выраженного конфликта отцов и детей да и нет ни эстетического ни политического да то есть и я сужу по там может быть это моя какая-то отдельная история да у меня дочки там 24 года но вот мы слушаем ту же музыку мы разговариваем о каких-то тех же самых вещах да над тем же самым путиным стебемся да то есть у нас нет каких-то особых этих самых и вот я слышал что есть исследуем по-моему new york times была статья об этом о том что вот нынешнее поколение ведет себя как-то странно она вот это следующее до миллениалы они не вступают в конфликт с предыдущим с предыдущим поколением с нашим что вы об этом думаете может ли статься так что колесо сансары закончила свой круг и больше больше поколения друг друга не поедают вот здесь бы я с вами категорически не согласился окей может мне кажется наоборот идет настолько прямо противоположная точка зрения идет настолько явный разрыв эти они люди которые сейчас приходят они даже свое абстрактное мысление формируют иначе я попытаюсь привести это на одном из моих любимых примера которые иногда использую в лекции когда читал это в историю рок-культуры который видел как социолог смотрите когда вы учились по тексту читаете текст например учебник у вас учебник и вы читаете слова ну допустим я банально слова него какой-нибудь слова стул вы читаете тех написано там около 100 я стоял кривой стул значит вы должны этот стул представить понимаете да вы не можете читать если вы не поймете какой именно кривой стул стоял вы должны от этого очень абстрактного определение кривой стул уйти какой-то конкретной форме у вас посмотрим если вы не поставить вы не можете читать потому что вам непонятно да что же там стоял такое если вы не делаете вы ушли как бы от абстрактного конкретного построить для себя определенную цепочку заключения вот стул вот такой вот это кривизна и так и вы тем самым по тексту обучились каким-то образом строить такие абстрактные концепции вы представьте себе что у вас не текст а у вас визуальный ряд то есть вам показывают фильм вы приходите в класс я будет вот смотрите вот стоит кривой стул по большому счету чтобы дальше двигаться вам все равно надо построить абстракции понять что этот кривой стул символизирует стул вообще это очень сложный механизм для для головы для размышления правильно но по тексту вы не можете не построим двигаться дальше по по визуальному типу по визуальному изображению вы можете вам не надо его достраивать вы посмотрели на стол сказал стул стул ладно и поехали то есть у вас схема одновременно и упрощена и усложнена и получается что ваши вот все вот эти вот аналитические возможности которыми вы пытаетесь каким-то образом да отфильтровать поступающую информацию формируется по определенным принципам которые но на фундаментальном уровне отличаются и отличается на фундаментальном уровне вы и по-другому их оцениваете и вам уже никогда не вернуться к тому прежнему оценочному пути которым пользовались ваши родители другой вы физиологически друг и вот этого сейчас мне кажется далеко не все не понимают что новое поколение оно даже по физиологии начинает отличаться возьмите большой палец большим пальцем никто никогда не пользуется почему он такой да вот вы берете клавиатуру вы же а теперь когда вы с гаджетом ваш палец развивается это такие штучки просто прикольчики да но их же множество и у вас гитаристов появятся какие-нибудь знаете появятся ребята поколение вырастет длинными большими пальцами понимаете мы этого даже не заметим потихонечку потому что эти изменения внутренние поэтому эти изменения в огромном количестве вот это нынешнее время сейчас а мне обучайно интересно потому что понимаете я очень долго связывал эти изменения технологии как появляется какой-то новый элемент технологии ну допустим вы знаете есть такая теория например что люди не могли разговаривать по телефону не умели почему они не умели разговаривать потому что он звонил по телефону но он не видел собеседника они везде собеседнику не мог не разговаривать встречаемся у фонтана то есть человека который получил а считалось что человек не ассимилирует больше новшество, получаемое после 40 лет, он искал в нем знакомое. Он искал в нем телеграф, который он знает. Телеграф он передал сообщение. Встречается у фонтана. Приходил к фонтану и там разговаривал, потому что там он видел глаза собеседник. Как он безгладно? Ну, по телефону я же не вижу. Я же не знаю, как там у меня лагерство. Ну, как я вот сейчас с вами разговаривать не видел? Но выросло поколение, которое с детства приходит, такой маленький там шестилетний карапузик какой-нибудь, пятилетний, телефон, и он разговаривает интонационно. И он вырастает с представлением, что можно визуальный контакт заменить интонационно, и вырастает другой человек. А вы представите, таких изменений вокруг вас миллион. Это понятие, мы совершенно по-другому подходим к расстоянию, к пространству, к передвижению, ко времени. Я уж не говорю о таких вот нюансах бытовых каких-то, да, по всему дню, там, еду приготовить и так далее. Выйти куда-то на улицу. Понимаете, это все, это все меняет. И поэтому нет, вырастает другую. И все вот эти вот сейчас XYZ поколения, Millennium поколения, Y поколения, X, это не просто так. Это очень серьезные, с моей точки зрения, вещи, которые будут формировать появление новых поколенческих субкультур, очень своеобразных. И рок-музыка здесь останется как бы предтечей. Она была вот такой первой примитивной формы вот этой поколенческой культуры. Вот такая моя точка зрения. Но мне кажется, что не будет новой рок-музыки. То есть вот именно рок-музыки будет не музыка, будет что-то другое. Я не знаю, блогеры, может быть. Да, да, да. Абсолютно нет, конечно. Рок-музыка, я говорю, что это вот, она как музыка, это даже почти случайность. Ну, почему музыка? Даже говорили об этом, потому что очень просто было. Взял стиральную, скифал, да? Взял стиральную доску и сыграл. Ну, как мне выйти на сцену? Вот я хочу тебе сказать, о чем я думаю. Как я тебе могу сказать? Ну, лекции тебе мне прочтите, ваш правильный. А вот я тут свою тебе песенку тебе понравилась, ты понял, что я хотел сказать? Во, классно. Она была такой примитивной формой самовыражения, которая была на тот момент доступна человеку, молодому, по-русски парню. И потому вот то, что говорил Костя, архитекторы, художники, все, кто хотел что-то сказать, театральные ребята, журналисты, все как бы вот, а, сейчас гитару возьму, сейчас спою. И поймешь, что я тут слабаючим и все, понятно. Этого, конечно, не будет никогда быть. Все, это закрыто. Но будут другие формы, и они могут быть не менее интересны. Так же мы организовали, например, жирен. Я уж не говорю еще, чего там молодые изобретают, очередной ТикТок какой-нибудь, который мы просто даже понятнее в состоянии. Сейчас подкасты, сейчас подкасты рулят. Вот то, что мы с вами сейчас сделаем, да? Ну, я бы... Давай. Потому что, просто как вот пример того, что Коля сказал, то, что я под влиянием вот одного своего знакомого, который-то вот в январе спать не давал, написал некий текст. Вот. И потихоньку выкладываю там в дзене. А дзен, он, как ни странно, ну, как бы дает достаточно удобную форму для реализации именно такого мультимедийного продукта, как ни странно. Вот. И когда, значит, ну, я его стал там выкладывать, вдруг обнаружилось, что он очень совпадает по формату с тем, что мы делали 40 лет назад, вот когда были всяческие заигрывания с дискотеками, да, так называемые были, ну, что вот было делать на дискотеке, да, то, что каждую песню нужно предварять каким-то комментариям, там, картинками и так далее. И вот это все сейчас, как ни странно, можно реализовать вот в виде... Из чего родился рэп, кстати говоря. Да, вполне может быть. Ну и вот. И когда я стал выкладывать, вот, я получил два, как бы, противоположных, по сути, контент, ну, комментарии таких, что первое, это от... Тип реакции. Что, что? Тип реакции. Да, первое, значит, это от писателей. Тип реакции. Тип реакции. Да, ну, как бы ни было, все-таки у меня есть некое такое реноме журналиста, что то, что ты написал, неинтересно крайне узкому кругу лиц, вот, потому что там нет характеров, да. Я говорю, ну, как так? Вот там не совсем так, то, что там есть самое главное, есть, как бы, сюжет, вот, и есть его развитие, да. А все действующие лица, как бы, они, во-первых, узнаваемы, во-вторых, там есть видеоряд, то, что переведены фотографии, там, и так далее. Плюс там есть музыкальный ряд, да, эмоциональный вполне, который создает некую эмоцию в процессе, да. И, в-третьих, там есть, как бы, картинки рисованные, да, которые прямо цитатами совпадают с тем, что я написал, хотя они нарисованы по мотивам рок-песен, там, ну, картинки Бутусова конкретно. Вот. Человек сказал, ну, да, что я говорю, это какой-то новый жанр. С другой стороны, на меня дочь его посмотрела и говорит, что-то много букв, много букв. Вот. Дело, как бы, сложно написано, вот. Хотя, ну, вот, упрощал как мог, и вот как раз мне кажется, то, что в этом есть некое сейчас развитие, там, может быть, современной культуры, по крайней мере, русской, да, которая, как бы ни было, она словоцентрична, да, и то, что, скорее всего, от современной литературы отстанется только стиль, вообще только стиль, и какие-то языковые там прибамбасы такие, да, вот вычурность такая языковая, да, которая позволит узнать автора, все остальное, это будет сплошной сценарий и рок-н-ролл. Может быть, может быть, может быть. Кость, ты уже занимаешься таким довольно сложным прогнозированием, я хочу тебе сказать, что, опять-таки, вот опыт, который я успел получить еще в начале минувшего года, он показывает, что, ты знаешь, ты занимался журналистикой, я занимался довольно много журналистикой, очень меняется сейчас вообще подход к информации в принципе, вообще к информации, то есть, я же все выхожу на всякие социальные концепции, потому что мне это как бы ближе, по моему духу, я не музыкант, я все-таки социолог, и здесь получается такой, довольно-таки, для меня неприятный вывод, то есть, дзен, о котором ты говоришь, он ставит перед собой совершенно другую задачу, ведь дзен, по сути, это вариант, как бы, у него две, как мне кажется, цели, одна, это коммерческая, то есть, один из самых важных элементов журналистики, почему я с этого начал разговор сейчас, это два самых важных элемента журналистики, на данный момент, это не факт, это не информация, это трафик и монетизация, мы были с женой в начале года, мы были на курсах журналистов в Москве очень долгое время, очень много общались с преподавательским составом журфака МГУ, там, как бы, две категории людей, есть консерваторы, то есть, такие махровые, старые профессора, которые говорят, вы знаете, у вас тут вот здесь вот это слово лишнее, оно мусорное, оно неправильное, вообще, это, то есть, как бы, отшлифованный, такой классический русский язык, которого практически больше нет, и вторая, как бы, скажем, вот категория людей, это те, которые говорят, ну, что, дуть, вот, ребята, вы, не важно, факт не важен, ничего не важно, важно то, чтобы вы добились чего, трафик и монетизация, трафик есть критерий, которые мы его определяем, друзья, я прошу прощения, Николай, я, это вот одна сторона, да, здесь, мне кажется, здесь одна важная вещь, которая не учитывается, да, то, что, это редакция, да, то есть, мы с вами занимались журналистикой, мы представляли редакцию, то или иное издание, и авторитет редакции всегда при, то есть, во-первых, мы просто писали текст, этот текст должен быть принят, и если редакция публикует мой текст, она берет, как бы, ответственность за этот текст, поэтому даже, я работал в разных изданиях, от, я был главным редактором журнала Новый Крокодил, да, одной из версий Крокодила, того самого, и я работал журналистом в районной газете, да, то есть, одно дело, когда ты в интернете что-то пишешь, когда Дудь на ютубе что-то выкладывает, для всех очевидно, что это просто вот какой-то чувак в интернете, когда Познер с первого канала что-то говорит, его авторитет совершенно другой, да, то есть, на него накладывается вот эта рамка этого канала, когда вы пишете в журнале Советская культура, это одна история, когда вы пишете в Роксе, это другая история, да, то есть, вы вокруг своего текста получаете другую рамку, мне кажется, что это надо учитывать, сейчас эта рамка исчезла, мы с вами сидим, я работал на радио, опять же, да, мы с вами сейчас сидим не на радио, мы сидим, три, три мужика сидят и трындят на, на фейсбуке, и потом это там в подкаст пойдет, и люди, которые слушают, они понимают, что здесь, например, можно сказать слово хуй и никому ничего за это не будет, да, здесь можно сказать Путин сволочь и тоже никому ничего за это не будет, да, то есть, потому что здесь нет рамки, вот, и вот, да, вы знаете, вы правы, вы не первый человек, который об этом говорит, была статья, и многое появляется, где человек говорил о необходимости в любом случае интеллектуальной цензуры, то есть, интеллектуальная цензура подразумевает то, что у тебя должно быть ответственность за сказанное тобой слово, вот это была вторая часть, которую я хотел сказать по поводу дзена, потому что дзен, он топит все это в обилии информации, топит, понимаете, то есть, вы не можете отличить ответственное слово от безответственного, потому что интеллектуальная цензура исчезла, и более того, ведь, скажем, допустим, даже сейчас те же самые истории с Трампом, да, по сути своей, ведь какая-то должна быть ответственность за то, что ты говоришь, хотя бы грамматическое, элементарно, хотя бы, да, здесь даже не говорю, ну, или что-то, то есть, какие-то, то есть, а нас не та полностью сейчас вот этими Машами и Дашами из пятого класса, для которых дзен как раз дает просто, мере, такой, ну, это, это просто автострада, по которой сыпется информация, и в ней все топится, то есть, вот, первое, то, что я хотел сказать, да, это, то, что касается, возможности, добиваться правильной подачи своего мнения, да, то есть, когда мы говорим мнение, когда мы понимаем, где информация, где мнение, где факт, где комментарии, да, поставив еще журналистской практике, это как бы интеллектуальная цензура, это одно, а второе, чтобы эта интеллектуальная цензура никуда не выползала, для этого пощадки типа дзена, это идеальное просто такое, знаете, пространство, где можно, как бы, все это дело, ну, вот, так похоронить, чтобы до нашего с вами подкаста и вообще каких-то его нюансов, никогда ни один человек не наберется. Это так. А не кажется ли вам, что то же самое сделали рокеры, да, то есть, когда до, там, был же какой-нибудь Клифф Ричард, да, который под оркестр выступал, вот, а потом вышли Куэрри Мэн с этой самой, с палкой, с натянутой басовой струной, да, и начали играть что-то, да, и начали слушать. Начали играть. Ролловер Бетховен, если тебе. Как это? Забыл, как называется эта композиция, ту-ту-ту, которую Джордж играл. Нет, love like a man, love like a man, ты понимаешь? Да, да. так что, знаете, опять-таки, у меня есть ответ на то, что вы говорите, он просто связан с тем, что тогда этим Quarryman, как ни парадоксально, было что сказать. Да, я согласен с этим. Я согласен с этим. Я съездила на Мальдив, и три раза прошла по главной улице и описываю, что я увидела. Да, это так. И этого миллион, понимаете, этого же там столько всего, что вы просто, понимаете, от этих Мальдивов никуда потом дёжутся. Поэтому, Костя, твой дзен в этом отношении может быть похоронен за пределами узкого круга твоих, личных знакомых. Может и такое, может и такое случится. Ладно. Друзья, большое вам спасибо. Мне кажется, что мы очень интересно и полезно пообщались. Николай, я очень рад познакомиться с вами. Вот. Костя, спасибо за... Спасибо вам. За то, что всё это дело организовал. Как это... Как всегда говорят, лучше вы к нам. Лучше вы к нам. Да, да, да. Пригоним у нас... Как это? У нас длинные руки. Да, 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 да. Так что давай делать, давай делать регулярно какие-то такие... Нам есть что сказать. Да, да. Нам точно есть что сказать. Есть что вспомнить. Всё, друзья, спасибо и пока-пока. Счастливо. Счастливо. До свидания.